здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма укрепила мое здоровье и улучшила внешность подписывайтесь чтобы жителей нашего чудесного зеленого доброго города стало как можно больше сегодня я бы хотела поговорить с вами о пользе растительного белка потому что идет пост сейчас и я хочу представить вам еще один вариант моего постного или веганского как угодно назовите меню и перед этим я бы хотела немножко буквально пару слов как вступление перед видео про еду поговорить с вами о пользе растительного белка в растительных белках меньше жира и он не содержит холестерина растительный белок лучше переваривается и легче чем животный белок и он не оставляет такого чувства тяжести растительный белок содержит много незаменимых аминокислот которые могут удовлетворить потребности частично но удовлетворить потребность в белке и конечно огромная польза растительного белка это в том что он содержит большое количество клетчатки минералов и витаминов вот это по поэтому я так люблю растительный белок поэтому я вам всегда рассказываю о том что половина половина белка вашего дневного лучше всего получать из-за растительных источников поэтому меня всегда в морозилке лежит фасоль отварная красная замороженная фасоль которая во все добавляю на разные лады и сегодня интересный будет рецепт из этой самой фасоли знаете я люблю готовить еду но не то чтобы готовить а придумывать мне очень нравятся такие знаете вот какие-то оригинальные но что-то мне в голову придет я думаю а дай-ка я это сготовлю то есть что такое экспериментальное и сегодня тоже я приготовила занятное блюдо да но это мультиблюдо но занятное мультиблюдо да который содержит много минералов полезных ну и как я уже говорила растительный белок не перегружает органы пищеварения и еще важно помнить что для лучшего усвоения этого белка растительного лучше всего а бобовые и зерна вот например пшеницу лучше всего она замачивать на длительный промежуток времени и проращивать то есть вот замачивание и проращивание она способствует вот тому чтобы белок лучше усваивался это очень важно на самом деле потому что растительный белок хуже гораздо хуже усваивается чем животные и а теперь я хочу сказать в каких продуктах содержится наибольшее количество растительного белка на первое место я бы поставила конечно сою вот смотрите я вам зачту таблицу соя содержит 36 грамм белков в 100 граммах продукта вы подумайте это огромное вообще количество и даже если часть не усвоится пускай половина все равно оставшиеся половина это как раз вот белка например в куриной грудки содержится 18 грамм на 100 грамм а в сои 36 значит половина не усвоится то половина все равно усвоится что будет практически равно куриц правда некоторые мин кислот там не будет но все равно я считаю что это очень хорошо а затем идут другие бобовые это например фасоль в ней 21 грамм белка подумайте на 100 грамм продукта в чечевице 9 грамм а в нуте 19 грамм и я очень люблю смешивать бобовые в том числе но я все всегда смешиваю в моей мульти диете потому что я считаю от одного продукта одно что-то от другого другой чем больше тем лучше орехи это также следующий источник растительного белка очень полезно я так люблю орехи правда я вот последнее время их не часто ела но я думаю это восполнить я думаю что это я воспользуюсь советами купить на рынке орехи в скорлупе и я думаю что я восполню теперь этот пробел в моем белковом питании и вот послушайте в миндале миндале содержится 21 грамм белка на 100 грамм веса фисташках 20 грамм в кешью 18 грамм в грецких орехах 15 в семечках 21 грамм белка я семечки со счетов не сбрасываю я вам уже говорил у меня всегда на есть пакет семечек хороших семечек без соли конечно и когда у меня бывает или приступы голода я беру 25 грамм этих семечек и только оттуда треть эта шелуха значит то что останется это вот чистый продукт я их очень долго ем потому что пока их лузгую у меня проходит ну чуть ли не час и это очень сильно утоляет голод и плюс это все таки это не какой-нибудь там бесполезный продукт а это очень полезный качественный растительный белок и польза орехов также в том что они содержат полиненасыщенные жирные кислоты и витамины и микроэлементы то есть это очень очень полезный продукт орехи далее источником белка являются зерновые в 100 граммах овсянки которую я так обожаю и ем каждое утро которое я верна уже долгие годы 17 грамм белка в пшенице 14 грамм белка в гречке 12 и в белом рисе например 6 и 7 а овощи тоже содержит растительный белок но и в овощах есть чемпионы а именно в шпинате содержится 2 и 9 почти 3 грамма на 100 грамм в брокколи 2 и 8 грамм белка в авокадо 2 грамма белка и в спарже 2 и 2 грамм белка на 100 грамм а следующие идут грибы но с грибами тут некоторая засада грибы конечно источник белка но как мы знаем этот белок он трудно перевариваемый поэтому он не весь усваивается то есть грибы на самом деле это трудная пища вот я грибы перевариваются у меня очень плохо очень то есть я по себе это все знаю на следующем месте стоит какао я какао очень люблю в какао 24 грамма белка на 100 грамм 24 то есть это очень большое количество ну конечно 100 грамм какао и не съем но допустим вот я какао люблю я завариваю из нами такая привычка 10 грамм на кружку это получается 30 килокалорий и значит соответственно это получается 2 и 4 грамма белка я считаю очень даже неплохо потому что если суммарно посчитать от все овощи фрукты а вы знаете на заре туманной юности когда только начинала считать вот эти все калории разбираться в этом в бжу и у меня были считалки калорийности конечно как у всех сейчас везде стоят и вы знаете я была так поражена в один из в один прекрасный день когда я посчитала свой дневной рацион а у меня в этот день было мало белка животных вот как-то я упустила это я так пригорюнилась думаю сейчас она мне посчитает там очень мало и я очень удивилась когда увидела что моя норма белка выполнена я когда стала разглядывать то я увидела что буквально третье даже больше трети это вот набралось из таких продуктов на которые никогда и не подумаешь например вот на какао на следующем месте мои любимые сухофрукты в кураге подумайте только 5 и 2 грамма белка на 100 грамм и я вот я прям чувствую интуитивно вот я в свою кашу я все туда добавляю добавляю в обычной жизни туда наливаю молоко она тоже содержит белок к воду сухофрукты они тоже содержат белок еще добавляю по зову сердца например зерненый творог или ем с отварным яйцом среди водорослей конечно чемпионом является спирулина вот подумайте спирулине 65 грамм белка то есть это вообще представить даже сложно поэтому спирулина это очень полезный продукт но я не думаю что кто-то съест этого до 100 грамм спирулина хотя как знать может кто-то и ест не знаю у меня спирулина в таблетках и там надо принимать за один раз по три таблетки но то все равно это тоже в совокупности все идет и это этот белок тоже растительный рекомендуется смешивать как можно больше между собой вот этих растительных белков чтобы получить со всех сторон и витамина минерала и белок разнообразный и вы знаете вы знаете основу моей мульти диеты я так и делаю то есть я все смешиваю до увидите этой в моей еде сейчас и я очень довольна вот то что мне пришла некогда это мысли хорошая половину рациона то есть вот за этим я слежу я даже сказала знаете как я слежу за этим строго чтобы половина моего рациона составлял именно растительный белок и всем тем кто находится на вегетарианском питании я очень очень рекомендую внимательно следить за количеством растительного белка и разнообразного белка а сейчас посмотрите мои кубики еды сегодня я хочу снять еще один постный или веганский как угодно день и я решила модернизировать мою кашу чтобы этот день стал еще более полезным то есть прибавить моих любимых ингредиентов и сегодня в кашу я положила помимо всего еще изюм и семена чия я не стала их варить то есть я иногда кладу прям в мою смесь а иногда добавляю столовую ложку вот прям уже в готовую кашу но они быстро разбухают и все таки вот как бы они в живом виде может быть это будет лучше и вот что я как я сегодня сделала мою кашу она отличается от моей традиционной каши каша когда она без животного белка а вот что я сделала 35 грамм геркулеса и 1 столовая ложка сухого кокосового молока я очень люблю кокосовое молоко мне вообще его вкус нравится поскольку вы знаете в свою кашу всегда кокосовое масло кладу я настолько привыкла вот к этому вкусу что я считаю мне такой привычный очень вкусные то есть я положила именно вот это молоко 13 грамм чая столовую ложку вот кстати чья вроде такие семечки положишь как мак ну чуть крупнее конечно но сам факт вроде как кажутся они такие сухонькие а на самом деле вот в одной столовой ложке 60 килокалорий калорийность очень высокая поэтому я сначала хотела так сапануть не глядя ну думаю так а потом посмотрел думаю нет конечно нельзя надо все отмерять очень точно 175 грамм банана спелого а я кашу свою никогда не сахарю а и не солю кстати но просто я зерненый творог сегодня не могу класть потому что день постный веганский так скажем а вообще в обычной жизни я очень часто для белка кладу вот тут у дам на зерненый творог или ем в прикуску с кусочком сыра тоже мне это очень нравится ну сыра тоже немного обычно 12-13 грамм вот в таком диапазоне от 10 до 13 как тот я так отрезаю уже на глаз но здесь сыра нет конечно 10 грамм изюм изюм конечно очень полезен и вот у меня тоже тяга к изюму есть я изюм стараюсь все время иметь дома и я почитала вот недавно что в изюме много железа может организм железу хочет потому что вот вы знаете я пью поливитамины но во многих поливитаминах я смотрю железа нет потому что она с чем-то там не сочетается его не кладут красное мясо я ем крайне редко как тут она мне в меню не прижилось и не попадается и поэтому печень тоже последнее время я вот обратила внимание как тут раньше я ел печень как заведенная а сейчас тут как-то нет может опять и ввести может организму железа нужно хоть такое но он требует потому что я стала изюм класть постоянно на последнее время и 5 грамм моего кокосового любимого масла нерафинированного и конечно корицу корицу как у меня организм я потребовал где-то полгода назад так и до сих пор требует я ему и сыплю мне не жалко и того у меня сегодня получилась калорийность 477 это немного выше чем моя обычная каша но это исключительно из-за семян чья потому что вот они добавили эти самые 60 килокалорий мне в общую порцию но моя каша она изумительно вкусная то есть я нашла вот для себя для себя для себя для себя потому что я знаю что некоторые люди любят а соленый вариант вот утренней каши мне этот вариант тоже очень нравится но если выбирать я выбираю сладкий а когда берут вот так же запаривают геркулес ну конечно без молока и добавляют туда соевый соус какой-нибудь масло полезное вот тоже очень муж какие-то овощи не знаю потому что я стараюсь клетчатку все время добавлять вот изюм банан это у меня роль клетчатки выполняют ну и конечно семена льна от у меня же в смеси на самом деле я все время напоминаю что к те кто видел мое видео как я замешиваю геркулес вот эту смесь и геркулеса для моей каши то есть я беру герку огромный таз пластиковый меня специальный таз для размешивания моей крупы и туда я добавляю геркулес всех видов и очень мелкого помола и самый крупный который 20 минут варить и потом я обязательно овсяные отруби туда насыпают клетчатку такую сухую сейчас я еще туда вот я купила волокна овсяные тоже добавляет ну я еще не добавляла буду в новый замес класс семена льна в этот раз у меня был экспериментальный замес я туда еще добавила такой пакет называется каши из семизлаков я подумала что хуже не будет потому что добавить до разных минералов из других круп и получилось отлично заранее скажу что мне очень понравился вот этот вот сама вот эта идея поэтому вот моя сегодня утренняя кашка сейчас я ее съем с огромным удовольствием через полчаса выпью кофе я всегда так делаю мне как-то вот знаете устоялся сам собой организм выбрал режим вы знаете как у меня бывает странно не я насильно его а свой организм вгоняю в какой-то режим дня а он сам выбирает вот такой себе режим дня и я под него подстраиваюсь то есть ну я свою социальную жизнь вокруг того что выбрал сам организм выстраиваю и вот у меня знаете как слова складывается день вот я ем мою кашу а через полчаса выпиваю кофе с молоком на без я сахара никогда не добавлю меня привычка с детства пить черный кофе но в последнее время мне понравилось пить кофе с молоком раньше никогда я всю свою жизнь может сказать 95 процентов моей жизни кофеманской никогда никого молоке речи не шло а в последнее время организм кал хочу молоко может из-за повышенной кислотности не знаю но я ему стал давать с молоком ему нравится и вот как я выпиваю кофе я сразу одеваюсь и ухожу на тренировку то есть у меня вот как-то так сложилось и так меня устраивает так что вот завтрак я сняла а вот дорогие друзья мой постный вегетарианский обед я решила сегодня сделать обед очень мне захотелось в азиатском стиле это гречневая лапша и на такие тушеные овощи на азиатский манер то есть как я это делал но гречневую лапшу я просто отварила она называется соба такая вот гречневая лапша она варится мгновенно имеет такой нежный приятный вкус и мне консистенция нравится ну такой я вообще лапшу люблю у нее калорийность в отварном виде получается 110 килокалорий я посчитала а вот как я делала вот эти вот восточные тушеные овощи я делала из того что было сегодня поэтому они не очень такие как бы большой состав но тем не менее я взяла цветную капусту лук болгарский перец потом зеленый лук я им посыпала все это потушила на воде здесь достаточно воды и по туда добавила кокосовое молоко ну вот я покупаю я вам показывал мое кокосовое молоко но такое сухое кокосовое молоко соевый соус еще я добавляю вот это очень люблю приправу кто не пробовал обязательно попробуйте чипотли это копченый перец халапена или халапени по разному она называется и вот я вам сейчас показать хочу какая консистенция то есть вот у меня смотрите сейчас я помешаю просто эту пирамидку вот она гречневая лапша здесь там много жижи жижа кстати она и для вкуса и она понижает конечно сильно калорийность это очевидно вот смотрите какая она красивая такая нарядная вот здесь много овощей соуса и вот знаете это сочетание вот этой копченой остроты от чипотли нас сладости я таблетку сахарозаменителя туда положила обязательном порядке стивиазит потому что должен быть баланс вот этот кокосовое молоко но само по себе такое ароматное сладковатое соевый соус тоже вот этот баланс но и зеленый лук зеленого лука вообще никак никогда я смотрел китайскую кухню то есть это не входит во все буквально вот эти вот блюда зеленый лук конечно сверху и знаете он получается такой сочная лапша пропитывается вот этим составом и вода и она сильно понижает калорийность вот у меня получилось вот эти вот овощи с кокосовым молоком заметьте она все-таки жирная у меня получилась калорийность 60 килокалорий на 100 грамм это вот как раз из-за воды и масло там я не клала потому что смысла нет кокосовое молоко он достаточно жирно и моя порция это 230 грамм гречневой лапши это 253 килокалории и у меня 300 грамм тушеных овощей вот этих вот это 180 килокалорий я не часто такие блюда и но в данном случае это оправдана пусть у меня организм немножко отдохнет от тяжелой белковой еды и это еда постная очень вкусная и она вот такая именно знаете азиатская я люблю вот такие я поэтому вот именно поэтому я всегда стараюсь купить какие-то знаете вот экзотические соусы там какой-нибудь вот кокосовое молоко всякие вот такие вот приправы которые я знаете вот простую еду вот такое впечатление как будто я в каком-нибудь ресторане азиатском то есть не это очень нравится знаете я ничего против нашей еды не имею которые мы привыкли но иногда хочется чего-нибудь такого знаете такого необычного разнообразия и меня очень спасают вот эти приправы вот которые необычные японские китайские индийские то есть такие вещи очень люблю а вот дорогие друзья еще одно веганское или постное чаепитие мое сегодня я часть заварила с бергамотом я очень люблю часть бергамотом и у него такой вот у органического бергамота он не такой ароматизированный как вот каким чаем мы привыкли покупать вот в пакетиках знаете недорогие или вот такие чаи я помню ахмат что ли настоящий бергамот я сама кстати делала бергамотовые чаи я покупала натуральное эфирное масло бергамота обмазывала им банку стеклянную изнутри и насыпала туда какой-нибудь черный хороший чай и долго он настаивался и знаете вот у чая был очень сильный запах бергамота когда из банки и вот когда вы его в руку кладете вот насыпаете тоже запах а вот когда вы его завариваете запаха практически не было поэтому я понимаю что вот этот запах он синтетический который сильный как натуральная корица настоящая целонская у них нет ядрености такой они нежные эти запахи натуральные на самом деле они нежные и вот настоящий чай бергамотовый у него у меня настоящий у него едва уловимый запах бергамота то есть это вот надо принюхиваться сильно чтобы его чувствовать но я знаю что искать поэтому я знаю где нюхать сегодня тоже на тарелочке у меня груша, финики, курага и изюм а я сейчас расскажу вот я очень люблю сухофрукты и люблю, когда они у меня есть, вот чтобы микс сделать, но у меня не всегда бывают, скажу сразу вы видите, что чаще, вот финики у меня как бы всегда, наверное, есть изюм, сейчас я слежу за изюмом, да а вот курага не всегда у меня, чернослив вообще редкий гость потому что он весь, вот куда ни посмотри он этот масляный такой, я такой не хочу покупать, вот здесь у меня груша 56 грамм финики 27, изюм 15 и курага 13, итого 173 килокалории и вот я с этим попью, весь мой организм насытится минералами витаминами, клетчаткой полезной, и вообще я вот такой чай, когда пью, я получаю огромнейшее удовольствие, потому что я его очень-очень люблю, мне нравится иногда делать вот дни я не называю их безбелковые, они наоборот белковые, но эти дни когда я ем растительный белок я вообще очень уважаю растительный белок очень, и я все время вам и тоже говорю, что запомните, что для хорошего здоровья нужно чтобы 50% белка, который к вам вступает в организм, был за растительных источников, поэтому такие дни я вот делаю не часто но я их тоже люблю делать как-то вот знаете, они мне легкость такую дают, потому что ну как ни крути, но животное белок дольше переваривается и больше создает тяжесть в желудке но это общепризненно, никто с этим спорить не будет а растительная пища, она быстрее переваривается, она конечно легче я считаю, что иногда нужно давать небольшой такой отдых организму но я подчеркиваю, в эти дни я точно так же слежу за белком, как и в обычные дни, то есть я вот прям смотрю, куда бы его подпихнуть, белок в виде, вот я купила я вам показывала и рассказывала текстурированный соевый белок это такие как шарики мелкие такие вот, из соя и в них изумительно обваливать вот мне очень нравится делать или даже вот мясную, или даже веганскую еду и обваливать, ну типа котлетки и обваливать вот в этом вот вот этой, в этой сои это изумительно, это такой хруст это такое, ну вкусно очень получается мне очень нравится, то есть я нежданно-негадно, я раньше-то не в этом обваливала в кукурузной крупе, ну в чем-то таком. А когда я это для себя открыла, я теперь только в этом. А вот дорогие друзья, это мой веганский ужин. Это котлеты из фасоли, моркови, картошки с кукурузой, гречкой и овощами. Вот такое замысловатое название, которое вот точно отражает суть этого блюда. Оно нереально вкусное, знаете, такое получилось. Очень интересно. А я вот эти все рецепты придумываю сама. Я не думаю, что кто-то в такой конфигурации что-нибудь делал. Вы знаете, вот мы любим все, мы все из советского прошлого, и мы любим колбасу, мы любим котлетки, сосиски, пельмени. И я часто об этом говорю, что чтобы не было никакого стресса, нужно просто эти продукты делать из других ингредиентов, чтобы они из вредных, как бы нам стали полезны. И вот эти котлетки, они белковые, потому что их основа это фасоль. А выглядят они, знаете, и пахнут как котлетки, и выглядят как котлетки. И они вот даже, ну, мне очень нравятся такие котлетки. Я думаю, что все любят. И когда они жарились, ой, какой вкусный запах был. И знаете, вот такой запах, что непонятно, из чего они сделаны. То есть, они такие занятные. Я расскажу, как я все это делала. Я взяла картошку и морковку. У меня получилось 205 грамм картошки и 125 грамм морковки. И быстро их отварила. То есть, они у меня отварные. Потом я взяла 120 грамм отварной фасоли из морозилки. Ну, как водится. Просто я ее достала пораньше, она сама разморозилась. 85 грамм лука. И все это я смолола блендером. То есть, картошка, морковка отваренные, фасоль и лук. Все это блендером. И туда добавила уже в готовую вот эту массу кукурузу. Я люблю кукурузу. Это источник клетчатки, витаминов, волокон. И кукуруза, она на 3 дни переваривается. Поэтому, она как бы, можно ее не опасаться в плане калорийности. И она придает вот эту оригинальность, вот хрусткость и сладость. То есть, вот это мне нужно было для баланса. Потом я добавила, вот у меня чеснок в порошке. Ну, это любой чеснок можно, не важно. Я добавила чеснок, перец и немножко соли для вот этого всего, для вкуса, для баланса вкуса. Сделала котлетки и обваляла их в соевых кусочках. Знаете, они такие крупненькие, где-то 3-4 миллиметра, такие как вот шарики неровные. Но вот я дам ссылку на это. Вы знаете, вот зажаривается, получается хрустящая корочка. И они же сами не имеют вкуса, как мы знаем, а они принимают на себя. То есть, вот этот вкус. Я с тех пор теперь даже белковую еду, любую, я теперь в большинстве своем все обваливаю именно в соевом вот этом вот, в сои, вот этой сои кусочками. Мне очень нравится. Я обваляла и пожарила на антипригарной сковородке на 18 граммах масла. То есть, я сначала на одной стороне 9 грамм, а потом подлила еще немножко, когда перевернула. Потому что панировка, неважно какая, даже вот такая чудесная панировка из сои, белковая, она все равно впитывает очень сильно масло. Поэтому у меня ушло 18 грамм. Но этого бояться не надо, потому что общая калорийность котлет получилось 106 килокалорий на 100 грамм. То есть, это обычная невысокая калорийность для диетического питания, да для любого питания. То есть, они получились совсем нежирные, потому что масла было реально мало для котлет в панировке. И я постаралась, вот эти котлеты у меня, я же вам всегда говорю об упоре на белок. И здесь был сделан упор четкий на растительный белок. То есть, это фасоль и вот это вот соль, потому что я жирно обмакнула вот эти котлеты, панировала. Потому что это же полезная панировка, это же белок, то есть, его бояться не надо. А потом я отварила, ну, как обычно, гречку отварила и редиску. Я чуть-чуть полила душистым, нерафинированным подсолнечным маслом. Я его очень люблю. И мне вот захотелось его. И добавила сюда кисло-сладкий соус. Вот это вот, вот это он. Кисло-сладкий соус острый чили. И захотелось мне горчицы для баланса. Добавила. И вот, что я имею на порцию мою. 220 грамм белковых котлет растительных, 233 килокалории. 115 грамм гречки, 126 килокалории. 80 грамм редиски, 24 килокалории. 5 грамм вот этого душистого масла, редиску. И соус на 10 килокалорий. Итого 438 килокалорий. Это моя самая, что ни на есть, обычная калорийность ужина обеда. То есть, неважно. Эта еда не создает тяжести в желудке. Она обильная, она питательная. И растительный белок очень полезен. И мне нравится вот в моих котлетах вот это все соединять, соединять. Согласно моей мульти-диете, согласно моему мульти-питанию. Поэтому вот мой чудесный ужин. Сегодня у меня постный ужин. И в конце, как всегда, моя любимая аффирмация. С каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях. А если мы будем есть много растительного белка, то наше здоровье, а соответственно и наша жизнь, будут еще лучше. Пока.